Всех приветствую на своем канале и это девлог номер 37. Можно было его оформить в отдельный пост, но все-таки я не хочу терять хронологию и выпустить это в формате видоса. Да, кстати, в девлоге есть небольшой демонстрационный ролик 7-минутный, но его воспроизводить я не буду. Кому будет интересно, может перейти по ссылке в описании. Итак, было добавлено две вещи. Такое чувство это было специально сделано, чтобы выиграть кое-какое время. Об этом я скажу чуть позже. Команда администратора. Теперь Антернет 2 имеет поддержку команд и она доступна для всех на сервере, то есть нету ролей администратора или еще кого-нибудь. В будущем это будет добавлено, но сейчас для тестов это доступно всем, поэтому будьте аккуратней. Разработчик, то есть Нейсон, решил свободно следовать разбору аргументов, чтобы выработать некие стандарты. Каждая команда может определять именованные параметры, проанализированные из "-k", равно value, либо "-k", value. А другие аргументы обрабатываются как опиранды. Команды должны стараться быть осторожнее с опирандами. Например, //time12.00 хочет изменить время на полдень. Но сами именованные параметры должны быть полезны в случаях. Например, если ты хочешь забанить игрока со Steam ID, а не с числовым именем. Одна из полезных функций большинства команд времени заключается в том, что вы можете включить опиранд со смещением, например, плюс-минус. Например, команда //sunrise плюс один час для предварительного просмотра через час после восхода солнца. Атмосфера Земли. И здесь я, наверное, скажу от себя, потому что если следует девлогу, то это будет звучать как-то так. Атмосфера управляет пространственным квартернеоном эколиптики в мир для преобразования орбит в трансформации в игре. Это звучит как минимум сложно. Поэтому, простыми словами, здесь идет связь солнца, земли, времени, времен года, цветом тумана, а также разница между зимним и летним солнцестоянием, азимута и вот прочих таких вещей. Проработка действительно очень прям сильная и я не знаю, почему так сильно заморачивается. Но хотя, если были добавлены времена года, то это того стоит, потому что все-таки некая такая вот реалистичность все-таки требуется, потому что в Антернет 3.0 у нас каждая карта отвечала за свой биом. То есть есть зимняя карта, есть летняя карта, а здесь будут динамически изменяться осень, весна, зима, там, лето, и это будет действительно интересно. И здесь нужно установить зависимость во времени, то есть к дате или к чему это все будет привязано. Итак, что же дальше? Наступает время выхода новой карты Антернет 3.0, судя по всему, потому что если курированная, то Антернет 3.0. И поэтому Нельсон будет занят этим в течение следующих нескольких недель. После этого, вероятно, он будет выполнять базовые уже разрешения, то есть депилит команды и все необходимые плюшечки. И надеюсь, в 38-м девлоге мы увидим что-то большее, чем просто команды и проработанная атмосфера Земли. Кстати, вот вам напоследок отличие Луны Антернет 3.0 и Луна Антернет 4.0, то есть 2. Большая разница, да? Ну а с вами, как всегда, был Эстерн. Спасибо за просмотр этого, не повысь этого слова, скучного девлога. Вот, также смотри другие мои видео. Ну, а мы увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok